Продолжаем выпуск. В региональном ЗАГС-собрании прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на ближайшие три года. Это стандартная процедура перед тем, как окончательно утвердят главный финансовый документ. О том, куда планируется направить средства из областной казны, расскажет наш корреспондент. Открывая публичные слушания, председатель законодательного собрания Сергей Голубев в своем выступлении отметил, что проект бюджета формировался в непростых условиях проведения специальной военной операции и введенных против России санкций. Учитывая, в каких непростых условиях сформирован бюджет, мы видим, что правительство области удалось привлечь дополнительные юридические средства на реализацию наших проектов, увеличить финансирование даже по ряду госпрограмм. Мне кажется статистически важным, что в проекте бюджета удалось поддержать тенденции на рост инфраструктурных положений. Около четверти расходов 23% областного бюджета в следующем году планируется направить на развитие дорожного хозяйства и транспортного комплекса. С основным докладом по проекту областного бюджета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов выступила заместитель министра финансов области Светлана Дмитриева. В следующем году доходная часть бюджета составит 97 миллиардов 810 миллионов рублей, тогда как расходная планируется на сумму 103 миллиарда 655 миллионов рублей. Приоритетное направление финансирования – развитие экономики, дороги, социальные выплаты, образование и здравоохранение. Финансовое обеспечение реализации национальных проектов, софинансирование участия в федеральных проектах, в бюджете обеспечено выполнение всех социальных обязательств. Также предусматривается обеспечение финансовыми средствами роста страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения в соответствии с законодательством. В обсуждении бюджета приняли участие депутаты законодательного собрания, члены областного правительства, представители муниципальных образований, контрольных органов, федеральных ведомств, общественные палаты области, научного и экспертного сообществ. По итогам публичных слушаний участники мероприятия отметили, что бюджет на плановые три года имеет социально направленный характер. Новые проекты, которые необходимо реализовать нам в ближайшие годы для того, чтобы дать толчок развитию Тверской области, экономическому развитию, экономическому потенциалу, росту экономического потенциала Тверской области. Инфраструктурные проекты, сельское хозяйство, туризм, демография. У нас масса государственных программ, которые необходимо выполнять. Поступившие предложения и замечания по поводу бюджета будут рассмотрены в профильных комитетах законодательного собрания. Первое чтение законопроекта об областном бюджете состоится в ближайшее время.